Продолжение следует... 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 И рассматривается в исследовании ОРТС различные режимы химиотерапии. В индийском исследовании это единственный режим химиотерапии. На чём бы хотелось остановиться подробнее. Исследование, которое проведённое у нас в центре, мы начали заниматься неодевантной химиотерапией в 2016 году. На настоящий момент нами проанализировано 136 больных. Данные больные получали три цикла неодевантной химиотерапии. В режиме мы выбрали дозы интенсивные. Мы старались придерживаться интервала менее 14 дней. Нами были использованы два препарата. Доксоробицин и поклитоксил. Оба препарата сочетались с цисплатином. Пациенты, предварительно отобранные после проведения трёх циклов химиотерапии, в 10-дневный интервальный промежуток подвергались дополнительному обследованию для оценки клинической эффективности. Выполнялась магнитно-резонансная томография органов малого таза с оценкой клинического ответа по классификации РЕЦИСТ. В дальнейшем пациенты трансфицировались согласно полученному клиническому ответу. При стабилизации процесса и наличии параметральной инвазии, а также при прогрессировании процесса, пациенты были направлены на курс сочетанной химио-лучевой терапии. При достижении объективного ответа и также стабилизации у пациентов без параметральной инвазии, пациентам выполнялась радикальная гистероктомия. Клиническая эффективность неодевантной химиотерапии оценена во всех группах. Достоверно чаще клинический объективный ответ встречался в группе АПК, комбинации доксорубицина с препаратами платины. Хирургическое лечение проведено в обеих группах. Статистической разницы между частотой хирургического лечения нами не выявлено. В группе с доксорубицином это 86%, в группе с паклитоксилом 79%. 6% пациентам в обеих группах нами проведена предварительная тазовая лимфодиссекция как этап хирургического стадирования. И в 8% группе АП и в 15% группе ТП пациенты не подвергались хирургическому лечению. И они были направлены на курс радикальной химио-лучевой терапии. Патоморфологический ответ зафиксирован в обеих группах. В группе АП он оценен у 61 пациента, в группе ТП у 51 пациента, у 14 пациентов из группы ТП и у 10 пациентов из группы АП. Патоморфологический регресс не оценивался. Присутствует достоверная разница в показателях патоморфологического регресса. Он чаще встречался в комбинации с доксорубицином. И также отмечено отсутствие регресса патоморфологического, достоверно чаще в комбинации с поклитоксилом. Токсичность оценена в обеих группах. Токсичность была приемлемая, обратимая. Оценивали мы её по критериям CTC, АЕ, наиболее часто это была нейтропения и лейкопения. Токсичность третьей степени встречалась в одном из 3% случаев. Мы не встретили случаев фибрильной нейтропении, негематологическая токсичность тоже была не выраженной. По группам значимо не отличалась. Мы оценили выживаемость. В настоящий момент медианное наблюдение пациентов составляет 47 месяцев. Исследованные группы неразличимы по показателям общей и безрецидивной выживаемости. Общая выживаемость составляет более 90%, безрецидивная выживаемость более 85%. Мы постарались выявить какие-то прогностические факторы риска и зависимости показателей. Достоверной значимости и зависимости общей выживаемости от клинического и патоморфологического ответа, а также от дифференцировки опухолистадии процесса нами получено не было. Мы зафиксировали разницу при применении неодевантной химиотерапии в комбинации с хирургическим лечением и у пациентов, которые были направлены на химиолучевую терапию. Если мы посмотрим по показателям безрецидивной выживаемости, то достоверное влияние на частоту рецидива оказывал клинический ответ. Пациенты с полным клиническим ответом жили достоверно дольше. Также для сравнительной оценки отдаленных результатов мы дополнительно набрали две группы пациентов, которые не получали неодевантное лечение. Это 25 пациенток с заболеванием шейки матки первой B2 стадии, которые проходили лечение у нас в центре с ноября 2009 года по август 2019 года. И также 44 пациентки с второй стадией заболевания рака шейки матки, которые получили химиолучевую терапию по стандартной радикальной программе в период с января 2013 года по июнь 2018 года. Безрецидивная выживаемость для первой B2 стадии с учетом комбинации с неодевантной химиотерапией или отдельно у пациентов, которые были подвергнуты только хирургическому лечению, представлена на слайде. Значимо группы по рецидивам не различались, но нами отмечена тенденция к более низкому частоту рецидивирования у пациентов, получающих неодевантную химиотерапию. Клинически это 10%, у пациентов, получающих неодевантную химиотерапию в комбинации с операцией. Клинически это 10% рецидивов против 28% рецидивов у пациентов, которые получили хирургическое лечение на первоначальном этапе. Безрецидивная выживаемость для второй B2 стадии представлена также на слайде, и в этой группе больных мы также выявили тенденцию к различию групп с учетом комбинации неодевантной химиотерапии и операции. Возможно, группы у нас недостаточно объемные по оценке событий, поэтому мы в настоящий момент видим только тенденцию, но исследования наши мы в дальнейшем продолжаем. Если мы посмотрим более глобально применение неодевантной химиотерапии и отсутствие применения неодевантной химиотерапии с последующим лечением, будь то операцией или химия лучевая терапия, то в данной категории пациентов мы значимых различий на настоящий момент не видим, видим только клиническую разницу в частоте рецидива в группе без химиотерапии. Он встречается практически в два раза чаще, чем в комбинации с химиотерапией. Что же мы знаем на настоящий момент и каким образом мы, наверное, можем резюмировать полученные нами исследования в сравнении с литературными данными? Читая эффективность химиотерапии с последующей лучевой терапией, она зависит от режима и дозы введения платины. Наибольшее преимущество неодевантной химиотерапии в комбинации с операцией получено для пациентов второй бы стадии и также для молодых пациентов, качество жизни которых значимо лучше. Но для полноценной оценки, конечно, необходимо проведение крупных метаанализов. Мы можем с вами сказать, что химиотерапия действительно необходима для лечения местно распространенного рака шейки матки. Кому не будет преимуществ от неодевантной химиотерапии? Стоит ли нам исключать всех первичных пациентов с положительными лимфатическими узлами? Наверное, не стоит. Насколько нам необходимо проводить хирургическое лечение данной категории больных? Мы можем значимо улучшить показатели выживаемости путем хирургического стадирования и в дальнейшем расширить поля облучения для данной категории больных. Можем ли мы улучшить выживаемость пациентов? Действительно можем, потому что благодаря применению неодевантной химиотерапии мы можем отказаться от одного из методов лечения, например, применение лучевой терапии. И в дальнейшем мы оставим его на терапию вероятного рецидива и также получим лучшее качество жизни для больных. Как мы можем сделать лучше нашу стратегию при лечении пациентов вместо распространённым раком шейки матки при использовании неодевантно-интифицированной химиотерапии? Мы можем оценивать эффект относительно клинического ответа. При отсутствии ответа, конечно, пациент направляется на стандартный радикальный курс химио-лучевой терапии, а при наличии клинического ответа на первом этапе включить лапароскопическое хирургическое стадирование и при негативных лимфатических узлах уже выполнять радикальное лечение пациентки. Таким образом, мы с вами обеспечим пациенту лучшее лечение. В случае положительных лимфатических узлов пациент получит неодевантную химиотерапию и в дальнейшем лучевую терапию с расширением полей облучения и хорошую безрецидивную выживаемость. В случае отрицательных лимфатических узлов наиболее оптимальное лечение в формате неодевантной химиотерапии и операции. Большое спасибо за внимание. Продолжение следует...